Доброе утро, уважаемые зрители! Мы приветствуем вас из Санкт-Петербурга. Сегодня мы знакомимся с подборем мужского монастыря Обцина-Пустынь. И сейчас мы поговорим об уникальной архитектуре храма Успения Пресвятой Богородицы с Геннадием Журавлевым, реставратором подборья. Доброе утро, Геннадий! Доброе утро! Ну, наш храм находится, конечно, в очень живописном месте, в устье Невы, украшает берег Невы. И он виден с очень многих точек центра Петербурга. И, конечно, сам храм принадлежит проекту этого храма, уже известному в свое время главному архитектору Святого Синога Василию Косякову. Одно из его творений, наряду с многими известными, такими, как Морской собор Никольский, вот недавно восстанавливаемый, иконы Божьей Матери, Милощи на Большом проспекте, к сожалению, ничего не восстановлено, Московский 100-храм, Новодевичий монастырь, вот и вот этот храм. Он, Василий Косяков, вместе с многими талантлившими архитекторами России тогда использовали в своих проектах элементы византийской архитектуры. В середину XIX века вот такой сплав получался византийских традиций на русской почве, и одним из результатов вот такого творческого синтеза, значит, является наш храм. Вот, ну, он очень декорирован, конечно, помимо самих архитектурных форм, он внешне очень украшен, ну, помимо самой, значит, пополов крестов, которые выполнены, их реставрация выполнена вот золочение, сусальное золочение, серебро, золото, декорированная выкладка из меди, которая очень сложна по своему рисунку, красивая. Элементы этого декора восстанавливались по историческим фотографиям, по проектной документации самого Косякова, и элементов этого декора, который был найден после того, как храм был передан церкви. Вот, помимо золочения вот этого декора, также вставки керамические, очень красивые, два мозаичных панно, вот, которые половину уже восстановлены. То есть такое украшение вот. Да, расскажите, вот реставрация не так давно закончилась, да? Да, в общем-то, здесь были очень большие проведенные работы по восстановлению самих пополов, остропильной системы, самого кровли храма. То есть тут государство очень помогло в этом отношении, потому что это, конечно же, колоссальные затраты. Ну вот, сейчас мы можем любоваться. Леса все уже убраны. Ну вот, украшение города. Геннадий, а расскажите, вот такая особенность купола, как орнаментальная накладка, вот я вижу здесь. Да, она довольно... да, это сделано из меди выкладки, то есть очень сложной формы. И те мастера, которые этим занимались, конечно, появили изрядное мастерство, чтобы вот восстановить в том виде, в котором это было и до революции. Да, Геннадий, ведь такое уникально кресты выглядят, то есть не часто встретишь вот это, как и художественный смысл есть вот в этих, ну так скажем, натяжках, да? Да, вот эти растяжки, они помимо своей функциональной, конечно, вот эти шары, когда играет солнце, они, конечно, бликуют и создают такое очень довольно-таки праздничное, такое радостное впечатление вот от вида этого храма. И кроме этого еще поддерживают, ведь все-таки здесь ветрен? Функционально, да, что возникает парусность, такая сильная ветра, чтобы, как бы, они очень прочно стояли, непоколебимо и красно. Спасибо, Геннадий. Уважаемые телезрители, мы продолжим знакомиться с подборьем Оптины Пустынь в следующих выпусках. С вами были Анастасия Лопода и Станислав Михайлов. До скорой встречи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы приветствуем вас из Санкт-Петербурга, и мы находимся на подворье мужского монастыря Оптина Пустынь. И это подворье находится на Васильевском острове в городе Санкт-Петербург. И подробнее о том, как здесь проходят службы, нам расскажет игумен Андрей Иванов, насельник монастыря. Добрый день, батюшка. Добрый день. В нашем подворье службы проходят по уставу Оптины Пустыни. Поскольку мы являемся подворьем, то и стараемся и расписание, и устав сохранять, как в Оптины Пустыне. То есть у нас ежедневно начинается служба в 5 часов вечера. Все ночные у нас продолжаются до больше 4 часов, до 9 более, в зависимости от устава. Особенности нашего устава, но то, что мы не сокращается, богослужение, как бывает на приходах, а мы в нашем уставе, то есть в МСССРском уставе, все идет по череде. Чередуя свои и, как положено, канон читается там не на 4, а на 12, читаются все кофизмы. То есть служба у нас длинная. И, конечно, когда человек приходит неподготовленный первый раз, им наоборот это тягостно и трудно. Но у нас есть как раз большинство наших прихожан, они именно любят, предпочитают уставное богослужение, там, где не сокращается богослужение, где они могут не спеша. У нас еще отличается тем, что само пение происходит по такому стилю византийским, знаменным распелам, поет мужской хор под управлением регента Александра Семенова. Они уже много лет, они называются хор «Оптина пустынь». Кроме нас, они иногда выезжают даже на гастроли, в разных странах бывали, записывают, много дисков записали своих, именно в их исполнении. Да, то есть это дополняет вот эту атмосферу монастырского служения, верно? Да, когда, во-первых, мы заходим в храм, у нас все иконы в стиле, в таком византийском, надо сказать, в таком в древнем. И само пение также знаменное, которое в основном взятое из византийских распевов. У нас, конечно, есть еще тоже монастырские подворья, например, в Алаамске. Там тоже службы длинные, ничего не сокращают, но у них распевы отличаются. Там свое в Алаамске есть такое пение. Отец Андрей, скажите, ведь у Вас особенности прихода есть, то есть многие издалека специально приезжают сюда, чтобы поприсутствовать на этой службе? Да, когда вот я, например, наисповедую людей, когда они стоят, иногда спрашиваю, или они сами говорят, что я издалека, с другого конца города. Я даже спрашиваю, а что, может быть, Вам, почему Вы сюда приезжаете? Им здесь нравится. Вот духовно их располагает, во-первых, сам настрой. Это все в сочетании, конечно. И пение, и внешняя обстановка. И подход у нас всегда любого человека всегда выслушает и долго исповедует. То есть сколько он желает высказаться. Потому что когда много народов в прихорских храмах, там исповедь, так называемая, общая, очень быстро все, и человеку нет возможности окормляться, так сказать, духовно, потому что ведь духовник, он отличается от просто священника, что он именно, если у человека есть духовник, то он именно и управляет его духовной жизнью. То есть человек по его, послушавшему, благословению совершает какие-то свои поступки, ну, начиная с молитвенного правила, как человек молится, сколько он молитв читает, какие, как он посты соблюдает, строго, не строго, в зависимости от индивидуального каждого кого, какое здоровье, духовное состояние. Вот поэтому есть люди, которые именно в наш храм читают и приезжают. И, конечно, у нас есть и свои прихожане, которые близко здесь живут. И у нас еще есть такой контингент, как бы у нас реставрация совсем недавно закончилась. У нас целое было много реставраторов, строителей. У нас до сих пор происходят вот прилежащие здания, которые к храму, они раньше полностью относились к подворью. А впоследствии, в советское время, эти здания заселили простыми гражданами. И потом была большая проблема. Вот подворье уже больше 20 лет, как открыто, но именно предоставлять этим, переселять как бы вот этих граждан. Спасибо. Спасибо, отец Андрей. Уважаемые телезрители, мы продолжим свой рассказ о подворье монастыря Оптино-Пустынь в следующих выпусках. С вами были Анастасия Лобода и Станислав Михайлов. До встречи. Доброе утро, уважаемые телезрители. Мы приветствуем вас из Санкт-Петербурга. Сегодня мы знакомимся с подворьем мужского монастыря Оптино-Пустынь. И сейчас мы поговорим о реставрации храма Успения Пресвятой Богородицы. Подробнее о том, как восстанавливался храм и подворье, в целом нам расскажет Геннадий Журавлёв, реставратор. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наш храм, ввиду того, что, конечно, наша северная столица не такая древняя, не более 300 лет, соответственно, и храм тоже у нас не древний, ему не более 100 лет. Он построен на рубеже веков, освящение храма произошло в 1897 году, поэтому вот сами посчитать немного. Но уникальность этой живописи в том, что мы постарались сохранить, восстановить так, как она, собственно, выглядела 100 лет. Это как бы свидетельство той эпохи, того отношения к церковной живописи. Геннадий, расскажите, в советское время, что здесь было? Да, в советское время ему так же, как и многим храмам церкви, не повезло. Но повезло в том, что он не был совсем разрушен. Так как храмовая архитектура очень трудно приспосаблена, она имеет же свое смысловое значение, его нельзя было ни по что приспособить, и кто-то под склад, где-то еще под что-то, под хранилище. А у нас храм был приспособлен под каток, то есть вот ни больше, ни меньше. Да, это ведь постоянная влажность. Да, то есть, когда заливался каток, тут этот пар поднимался, живопись, конечно, шелушилась, что плохо держало, зачищалось. Остальная живопись была просто зашпаклевана, закрасывана. И в течение многих десятилетий это делалось неоднократно, как бы интерьер приводили в порядок, потому что здесь тренировались и хоккеисты, и фигуристы. И он эксплуатировался. Это был первый в Ленинграде стационарный каток, и поэтому его эксплуатировали чуть ли не круглые сутки. Да, ведь в начале 90-х вот как раз начали восстановление после... Да, в начале 90-х, когда храм был передан, начались реставрационные работы. Ну, сложность в том, что, конечно, вся живопись была закрашена, алтари перестроены, соответственно, здесь был вот по центру каток, да, все это нужно было демонтировать, перестраивать, и кропотливо, метр за метром, сантиметр за сантиметром раскрывать вот эту живопись. Ввиду того, что как бы было правильное терпение к этому процессу, в общем-то, мы постарались как раз его восстановить в том облике, в котором он и был сто лет. Поэтому нам понятен замысел, что здесь было. Да, Геннадий, расскажите об уникальности изображения Пресвятой Богородицы. Ну, в центральном алтаре, как бы, в Конхе изображена Божья Матерь Аранта. Вот многие спрашивают, а не в Оснецовской ли росписи Ласа? Нет, у нас не в Оснецовской росписи, но элемент в Оснецовской живописи, вот там Херувима, они скопированы с Оснецова. Но Божья Матерь, в отличие от Оснецова, где у него там Божья Матери с Богомладенцем, здесь в позе Аранта, то есть такое сильное моление, усердное. Вот, этот алтарь был застроен. Внутри там находился компрессор, который вот качал мячную воду. Ну, пришлось всё перестраивать, восстанавливать живопись, раскрывать. Да. Расскажите про уникальность иконостаса. Да, иконостас был восстановлен по дореволюционным фотографиям нашими архитекторами, скрупулезным, вычерченным, и вот уже потом восстановили в тех формах, которые он был историческим. Геннадий, расскажите в целом пару слов о росписи. Ну, росписи, так как она всё-таки в определённое время создавалась, соответственно, она те веяния, которые существовали в церковной живописи, всё передаёт. Это такой церковный модерн, в общем-то, живопись академическая, благовейная, в основе всех положена определённая иконографическая программа росписи храма, которую мы выверяли, там, если каких-то элементов не хватало, потому что что-то было бы утрачено, то есть, чтобы это соответствовало логике тех изображений, которые существовали вокруг. И мы привлекали очень, старались высокопрофессиональных специалистов, художников, которые адекватно восстанавливались в соответствии с окружающим, чтобы это стилистически, колористически, органично уже вошло в существующую живопись, которую мы раскрыли. Спасибо, Геннадий. Уважаемые телезрители, мы продолжим в следующем выпуске знакомство с подворьем и с храмом Успения Пресвятой Богородицы. С вами были Анастасия Лобода и Станислав Михайлов. До скорой встречи. Знаем подробнее о социальном служении, которое проходит на подворье, и об этом нам расскажет Святослав Петрушкин, координатор социального служения. Добрый день, Саня. Добрый день. Ну, социальное служение на подворье, в принципе, занимались всегда, но в 2011 году оно уже более, не скажем так, систематизировалось, и в это движение влились именно прихожане подворья, в Оптиной пустыне. То есть собрались люди, которые были неравнодушны, которые хотели что-то делать, и им это было интересно. В тот момент, в 2011 году, это составило порядка 50 человек сразу же в один день. Священник после проповеди, сразу же после тургии, было готово записаться 50 человек. Они их потом и распределили по группам, в зависимости от способностей, от желаний самих прихожан. Так образовались отдельные направления, и им присвоили название «Диакония». То есть не стали ничего думать, как изначально это всегда и называлось. То есть помощь. Диакония разделили, соответственно, по профилю их деятельности. Получилось «Диакония-перевозчик». Это люди были на автомашинах, которые готовы были тратить свое время, свою машину на перевозку людей, вещей и решать подобного рода задачи. Диакония – милосердие, которое занималось именно помощью больным, пожилым, нуждающимся в помощи. Но не медицинской помощи, потому что, понятно, мы не медики, а именно люди, которые могут прийти, навестить, о чем-то поговорить, уделить время, отвезти, покупать продукты, привезти, помочь в этом вопросе. Диакония – опора. Это уже было отделено отдельно для помощи пожилым. Диакония – наставник. Туда попали люди, которые обладали какими-то уже более профессиональными свойствами, которые могли научить детей помочь, ну, как репетиторство. Диакония – архитектон. Люди, которые могли работать руками, помочь дома с ремонтом, что-нибудь наладить, построить. Диакония – хозяюшка. Туда попали люди, которые могли бы помочь с уборкой. Ну, в основном, это была помощь в уборке храма. Ну, в принципе, был случай, когда у женщины сгорела квартира, пожарную потушили. Ну, представляете, что могло быть в доме. И вот силами наших прихожан можно было решить этот вопрос. То есть более-менее убрали, и люди смогли продолжить жить. У меня есть свое жилье. Потом… Сейчас. Ну, у вас ведь кроме этого еще и катехизация, да, проходит? То есть… Ну, а катехизация – это она как бы не относилась дико, не. Она всегда была на подворье. То есть когда человек приходил к нам на подворье, он никогда не был остальным. То есть с ним всегда… То есть приходит человек, который только-только начинает входить, и либо он еще не крещен, либо он крещен, но как раньше крестили, никто ничего не объяснял. Человек не понял. Всегда с ним проводили беседу. То есть были огласительные беседы, как это должно было всегда проходить. То есть на протяжении определенного времени проходили обучение Ветхого Нового Завета символом веры. То есть чтобы человек, когда уже крестился, он понимал осмысленно и осознанно это проходил. На данный момент времени, сейчас это немножко изменилось, то есть добавилось, что… То есть кроме того, что проводится первоначальный такой цикл для начинающих, еще круглый год ведется именно изучение Святого Писания для уже воцерковленных людей, которые просто хотят глубже этот вопрос изучить. Это приходит по выходным, по будням, вечером с ними занимается священник. И третье направление, это уже сейчас, вот сейчас только формируется, недавно появилось приходское консультирование. То есть из наших прихожан были выбраны люди, которые по поддикане называются миссионер. Выбраны люди, которые, спеца, готовились к этому вопросу консультирования. Сейчас уже третья неделя, как по выходным, в воскресенье в притворе всегда дежурит человек, у него есть брошюрки, где можно посмотреть о крещении, о таинстве причастия. Это направлено именно на тех людей, кто первый раз зашел в храм. Может быть, зашел случайно. Может быть, с кем-то зашел. И он уже, опять-таки, появляется человек, с которым можно задать вопрос, с которым можно поговорить. Это уже не бабушка, которая тебя ругает, толкает. Это адекватный человек, который сможет объяснить, отвезти к священнику, если есть вопрос, показать, рассказать. Да, ведь у вас еще и юридическая консультанция. Да, вот при юридической помощи забыл. То есть люди, обладающие юридическим образованием, тоже направление называется адвокат, оказывают юридическую помощь прихожанам, ну или консультируют. Кстати, тоже было очень много важных вопросов. Иногда люди не могут правильно оформить инвалидность, не знают, какими льготами они могут пользоваться. Помощь бездомным, кстати, вот я забыл уточнить. Изначально тоже всегда по двору, кормила, на Карповке. Собирается продукт, каждый воскресенье будет автобус. И у людей есть возможность просто попитаться. Сознимали всегда сбором вещей, раздавали вещи. Опять-таки, это адресовано бездомным прихожанам нашего храма. Спасибо большое, Сутослав. Спасибо. Уважаемые телезрители, мы продолжим знакомиться с подворьем Обтиной пустыни в следующих выпусках. С вами были Анастасия Лобода и Станислав Михайлов. Всего доброго вам. До скорой встречи. Добрый день, уважаемые зрители. Мы приветствуем вас из центра Петербурга. И сегодня мы знакомимся с подворьем мужского монастыря Обтина пустынь. Подробнее об обители нам расскажет Александр Захаров, сотрудник службы гостеприимства монастыря. Добрый день, Александр. Добрый день. Мы находимся в центре Санкт-Петербурга, на Васильевском острове. Этот остров самый крупный в дельте реки Нева. Как известно, наш город вообще раскинулся на территории, где Нева впадает в Финский залив. И непосредственно в той стороне находится Ладожское озеро, оттуда вытекает Нева, а в той стороне находится у нас уже Финский залив. И когда гости нашего города, которые прибывали к нам по воде, заходили в Петербург, их, начиная с XX века, встречали как бы в объятия два великолепных храма. Один из них находился там, где сейчас мы видим часовню. Это храм Христа Спасителя. А второй храм, о котором мы с вами сегодня будем говорить сейчас, в данный момент принадлежит в подворье монастыря Обтина пустынь. Само место действительно великолепное. Мы можем наблюдать с этой панорамы Исаакиевский собор, шпиль Адмиралтейства, изумительно изящный по своей красоте мост Благовещенский и Зимний дворец. То есть все те здания, которые являются, и сооружения, которые являются символами нашего города. А сейчас я хочу больше внимания уделить именно нашему подворью и храму, о котором уже начал вести речь. Дело в том, что на Васильевском острове, начиная с XVIII века, еще со времен Петра, было место это очень элитное. Здесь Петр хотел обустраивать центр нашего города и повелел, в том числе и членам Святейшего Синода, которые часто очень пребывали в нашем городе и участвовали в заседаниях Святейшего Синода, повелел этим архиереям и раторам иметь место в Петербурге, где бы они могли жить. Вот это место стали называть подворью. Место на пересечении Николаевской набережной и 14-15 линии поначалу занимало подворье Троицы Сергиевой Лавры. Затем здесь хозяйничала Псковская епархия, а во второй половине XIX века уже с хозяином стала Киево-Печорская лавра, а точнее, метрополия. Но ввиду перипетий, которые сложились в XX веке, когда этот храм был поруган, в 1991 году хозяином этого подворья, этой территории, уже стал монастырь, мужской старопедиальный монастырь, Оптино-Пустынь. Александр, расскажите, ведь обитель приглашает гостей. Да, мы хотим сохранить ту традицию, которая была заложена еще в прошлом веке в нашем городе, когда каждого странника с большим удовольствием и благоговением любая обитель, любая христианская община должна была принять и принять с большой почестью. У нас есть сейчас такая возможность, слава Богу, помимо великолепного храма, странники-путешественники могут разместиться в комфортной гостинице, в которой более ста номеров. Они могут вкушать регулярно монастырскую пищу и, конечно же, имеют возможность знакомиться с достопримечательностью нашего города, со святынями Петербурга, с той историей, которая разворачивалась здесь. И это все позволяет любому страннику, любому паломнику узнать максимальное количество информации о Санкт-Петербурге. Да, Александр, а ведь знакомство со святынями начинается непосредственно с храма Успения Пресвятой Богородицы. Расскажите, пожалуйста. Да, действительно, в нашем храме есть особо почитаемые святыни. Прежде всего, это рака с частицей мощей преподобного Амбросия Оптинского. Это декоративный крест с частицей креста Жилокворящего. Креста Господня. Господня, да. И особо почитаемая икона Пресвятой Богородицы, которая была написана на Афоне скоропослушницей. Спасибо, Александр. Уважаемые телезрители, остров гостеприимства Оптина-Пустынь в центре Петербурга. Рада видеть гостей. А с вами были Анастасия Лобода и Станислав Михайлов. Всего доброго. До встречи. Добрый день, уважаемые зрители. Мы приветствуем вас из Санкт-Петербурга. Сегодня мы знакомимся с подворьем мужского монастыря Оптина-Пустынь. И здесь существует паломнический центр Оптина. Подробнее об этом центре нам расскажет Петр Малышев, сотрудник по гостеприимству. Здравствуйте, Петр. Пожалуйста, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Мы находимся с вами в одном из подразделений гостиницы паломнического центра Оптина-Пустынь. На одном из этажей гостиницы. Мы предлагаем как индивидуальный отдых для наших гостей, так и групповой. В данном случае мы находимся в гостинице, которая принимает индивидуальных туристов. Здесь находится полный спектр услуг для проживания. Здесь и технические помещения, и кухня, в которой мы сейчас с вами находимся. Кухня, она предназначена для того, чтобы можно было быстро перекусить. То есть здесь есть и микроволновая печь, и чайники, и посуда, и холодильник. То есть в любой момент человек может перекусить, так сказать, по-быстрому и с друзьями позавтракать, положить пообедать. Он может воспользоваться, по-другому, все прочее, нашей трапезной, которая находится на подворье. В данном случае мы видим номер для индивидуального проживания. Обычно все номера нашей гостиницы, они с видом на храм, с видом на внутренний дворик подворья. И очень всем нравятся именно с таким видом номера, потому что полное ощущение, так сказать, присутствия на настоящем монастырском подворье. Пойдемте посмотрим еще один номер. Вот на каждом блоке гостиницы есть несколько таких вот номеров, и каждый может выбрать по своему вкусу. Вот номер для трех-четырех человек, также с видом на храм, на внутренний дворик подворья. Сюда могут заезжать как и по предварительной записи, так и люди, которые просто приехали в Петербург, и, предположим, негде переночевать, перекусить. Они могут здесь найти и ночлег, и добродушный прием. А сколько человек может вместить в себя центр? Гостиничный комплекс вмещает до 120 человек. Это очень хорошая вместимость для центра Санкт-Петербурга. То есть можно группами приезжать? Да, группами можно приезжать большими, можно питаться большими группами. До 80 человек трапезно-паломническая принимает. Также есть и братская трапезно, до 35 человек. Есть кафе у подворья, которое находится на набережной лейтенанта Шмидта. Тоже историческое место. Слева от входа в храм. Помимо отдыха, как такового, каждый гость нашего подворья может сходить в храм, помолиться, исповедоваться, причаститься, поговорить с батюшкой. У нас хорошие службы, и люди издалека приезжают на наши подворья для того, чтобы зарядиться не только городом Санкт-Петербургом историческим, а также и той частичкой Оптины-постыни, которую привезли к нам сюда, в Петербург, оптинские монахи, за что мы очень благодарны. И вот такой остров гостеприимства, недаром программа названа, новая туристическая программа Оптина «Остров гостеприимства», чтобы любой человек, попавший на этот небольшой островок, он отдыхает и душой, и телом, и может здесь остаться на любой удобный ему срок, на неделю, на день, на месяц. Петр, расскажите, в чем особенность паломнического центра? Особенность паломнического центра основная – это та, что помимо того, что мы находимся в центре Санкт-Петербурга, от нас доступны основные достопримечательности города, в том числе Исаакиевский собор, Казанский собор, другие туристические достопримечательности, и православные, в том числе храмы, соборы и так далее. Также мы предлагаем экскурсии по достопримечательным Петербургу, которые относятся не только к православной тематике паломнической, но и просто объекты искусства, культуры, архитектурные памятники. Любой, приехавший к нам на подворье, может заказать такую экскурсию. Да, ведь я знаю, что индивидуальный подход у вас к каждому паломнику, то есть можно выбрать то, что подходит именно... Да, каждый паломник может заказать индивидуальную программу, вплоть до такое меню, так сказать, хотел бы здесь попробовать. Хорошая монастырская кухня, это тоже одно из достопримечательств нашего подворья. Также, в отличие от других мест, у нас предлагаются еще и поездки в скором будущем и на загородное хозяйство нашего подворья, где также можно отдохнуть и помолиться любого, скажем, желающего, кто к нам приезжает. Спасибо, Петр. Уважаемые телезрители, паломнический центр «Оптина» всегда рад встречать гостей. Мы прощаемся с вами, Анастасия Лобода и Станислав Михайлов. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok